Валтайский край успешно реализует программу комплексного развития сельских территорий. Виктор Томенко отчитался Владимиру Путину. Куда вкладываться, где брать землю и как освоить правый берег? Эксперты обсудили тенденции развития города. Принятие себя детьми – одна из главных тем региональной недели психологии. Итак, три населенных пункта Алтайского края войдут в 2025 году в программу комплексного развития сельских территорий. Об этом стало известно на специальном совещании, которое провел президент Владимир Путин. Каких успехов достиг наш край в этом вопросе – расскажем далее. Уборочная кампания в Алтайском крае подходит к концу. Осталось лишь убрать подсолнечник. Об этом президенту во время видеоконференц-связи доложил Виктор Томенко. По словам губернатора, несмотря на огромное количество осадков и введение режима ЧАЭС для этой сферы, собрать получилось достойный урожай – 5,5 миллионов тонн бобовых и зернобобовых культур. Что касается Масличных, ожидается новый рекорд – более 2 миллионов тонн. Однако главной темой встречи стала реализация комплексной программы развития сельских территорий. За пять лет по ней в инфраструктуру Алтайского села направлено свыше 10 миллиардов рублей. Введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок. Также за пять лет свыше трех тысяч сельских семей построили или приобрели жилье. Притом большая часть – по льготной ипотеке. Также развивается коммерческий найм, который отчасти помогает решить проблему кадров. Этот инструмент позволяет выстраивать долгосрочные отношения между работником и работодателем на селе. При софинансировании со стороны бизнеса в 20-30% регион строит современное комфортное жилье, которое в дальнейшем предоставляется в найм сотруднику и членам его семьи. После пяти лет работы в сельской местности такое жилье можно выкупить за 10% от рыночной стоимости. Участники встречи подчеркнули, что об эффективности реализуемых мер говорит число проживающих в селах. Сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации. Это на уровне 25,1%, а при плановом значении 25%. Это такой обобщенный показатель, который говорит о том, что реализуемые программы в целом работают. Инфраструктура сел расширяется за счет появления новых ФАПов, домов культуры, инженерных коммуникаций. В следующем году к программе комплексного развития сельских территорий планируют подключить три населенных пункта Алтайского края. На это выделят 2,5 миллиарда рублей. Данил Кузнецов, День с толком. Проект бюджета на 2025 год отражает позитивные процессы в экономике края. Об этом заявил председатель КЗС Александр Романенко. Сегодня народные избранники одобрили в первом чтении бюджет края на следующий год, а также обсудили несколько инициатив. О самых главных темах сессии расскажем в сюжете. Увеличить краевое единовременное пособие для граждан, усыновивших детей, до 40 тысяч рублей. Такую меру поддержки сегодня рассмотрели депутаты на сессии АКЗС. Законопроект вынесли на обсуждение по инициативе губернатора и фракции ЛДПР. Кроме того, на четверть планируется увеличить и размер ежемесячного пособия для усыновителей. Еще одно предложение – сократить срок нахождения ребенка под опекой, необходимый для назначения ежемесячного пособия. Раньше это было у нас до трех лет. Если ребенок находится под опекой, через три года они могли усыновить. Такое пособие выплачивалось до 18 лет. Сейчас мы меняем форму, потому что не до трех лет, а до одного года. После одного года граждане могут усыновлять детей. Также депутаты предложили внести поправки к краевому закону о доплатах к пенсии. Сейчас доплату получают только неработающие пенсионеры, которые имеют различные звания народных, заслуженных работников СССР, Российской Федерации и другие. Устранить несправедливость предложили в «Единой России». Эти люди, которые выходили на пенсию, очень многие, ну не многие, но есть та категория, которая продолжала работать. Больше всего это преподавательская деятельность. И получалось не очень хорошо, потому что мы работающим недоплату-то не выплачивали. И мы сейчас исправляем и делаем так, чтобы все работающие и неработающие эту доплату получали. Депутаты рассмотрели и пакет изменений в закон о патентной системе налогообложения на территории края. Это касается предпринимателей, которые официально признали свои предприятия социальными. Для них предусмотрена возможность снижения потенциально возможного годового дохода на 50%. У нас таких всего на сегодняшний день 121. В основном это образование, дополнительное, дошкольное. Это культура, это спорт, это здравоохранение, социальная сфера. И вот сейчас мы предлагаем понизить в два раза. Это очень существенно размер потенциально возможного годового дохода. Ну то есть по сути стоимость патентов в два раза уменьшить. Для тех, кто зарегистрируется такими социальными предприятиями. Еще одна тема, которую сегодня подняли депутаты – агроагрегаторы в регионе. Их планируют включить в число получателей господдержки. Предполагается, что агроагрегаторы объединят усилия малых производителей, предоставляя им необходимые ресурсы и инфраструктуру для выхода на рынки сбыта. Это сбор продукции, то есть это объединение, естественно, фермерских хозяйств, сельхозтовропроизводителей. Сбор этой продукции, безусловно, ее переработка первичная. Это фасовка и, так сказать, доставка на полку магазина. По словам Сергея Серова, от этого выигрывает и производитель, и потребитель. Также он объяснил, чем агроагрегаторы будут отличаться от кооперативов. Собственно говоря, это тот же сельскохозяйственный потребительский кооператив. Но вот сельскохозяйственный кооперативный, значит, кооператив – это, собственно говоря, не коммерческая организация. Здесь это ООО, то есть это уже коммерческая организация. И полученная прибыль, естественно, будет распределяться среди участников. Также депутаты Краевого Заксобрания одобрили в первом чтении бюджет края на 2025 год. Планируется, что доходы края вырастут на 25% и составят больше 110 миллиардов рублей. Поступление из федерального бюджета – порядка 56 миллиардов. Добавим, что в документе учли и повышение МРОД с 1 января. Итога – 22 440 рублей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Чиновники не дают землю барнаульским предпринимателям. Застройщики положили глаз на правый берег Аби. Инвесторов просят вкладываться в бренд Алтайского края. Это одни из главных тем, которые поднимались на форсайз-сессии, посвященной развитию Барнаула. Подробнее обо всех этих проблемах и планах по улучшению краевой столицы расскажет Данил Кузнецов. Куда барнаулу двигаться дальше? Это главный вопрос последней форсайз-сессии, где собрались эксперты из разных сфер регионального уровня. В первую очередь обсуждали инвестиционные вложения. Две составляющих основных. Это жилищное строительство, причем малоэтажное жилищное строительство сегодня набирает темпы. А второй тренд это промышленное развитие, очень бурное промышленное развитие, потому что промышленность развивается сейчас семимильными шагами. Но вообще эксперты говорят, что вкладываться можно хоть во что. Главное делать это грамотно. Даже изъезженные ниши, где казалось бы нового не придумать, не продать, подойдут. Пример тому брендовые вещи Алтайского края. Чем больше в мире идет тенденция на какие-то здоровые образы жизни, здоровое питание, тем более конкурентоспособны становятся товары Алтайского края. И с каждым годом сила бренда Алтай, она выше. Это касается продуктов питания, это касается нашего туризма, это касается косметики, это касается фармацевтики. Однако проблемы инвесторов никто не отменял. В первую очередь их беспокоят вопросы налогового и бюрократического характеров. У нас два проекта, но мы не можем получить земельные участки, хотя на участках находятся объекты недвижимости, принадлежащие нам. Но масса различных бюрократических препятствий элементарно не позволяет даже в аренду взять землю, не говоря уж о выкупе. И причем это, знаете, характеризует действительно отношение чиновников, в том числе даже к бюджету, потому что неоформленный земельный участок – это не вовлеченный в оборот инструмент. Сейчас инвесторы, а конкретно застройщики, поглядывают в сторону правого берега. На левом, кроме как у аэропорта, земли почти нет. Ранее по ту сторону моста никто ничего не хотел делать из-за заболоченности. Но теперь прогрессивные методы могут решить эту проблему. В противном случае придется перестраивать город. Думаю, решение окроется в программе сноса или реновации старых зданий, кварталов, которые в этом явно нуждаются. Предприниматели рассматривают под подобную реновацию центральную часть Барнаула с обелем частных домов. Например, Комсомольский проспект и улицу Никитина. У некоторых в мечтах и вовсе – перестроить район потока. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Уроки «Маленького принца» – региональная неделя психологии под таким названием завершилась в Барнауле. Ее участниками стали педагоги-психологи, классные руководители, студенты и преподаватели профильных факультетов. Например, на одной из площадок обсуждали, как непринятие себя у подростков может перерасти в серьезные проблемы со здоровьем и как родители влияют на самооценку ребенка. То, что принимать себя – тоже наука, участники этой дискуссии знают точно. Психологи, работающие с подростками, говорят, что стадию нелюбви к собственной внешности проходит каждый из нас. Отсюда яркие стрижки, одежда, пирсинг и тату. Родителям важно не упустить, когда это начинает выбиваться за рамки варианта нормы. Родителям кажется, что у него низкая самооценка, он обзывает себя какими-то грубыми словами. Например, я тупой, некрасивый, я ужасен. Ну, конечно, лучше сходить к специалисту, потому что непринятие своей внешности очень часто является симптомами различных расстройств. Ну, например, одно из расстройств – нервная анорексия. И вообще расстройства пищевого поведения, они всегда сопровождаются непринятием своей внешности. Очень много мам, особенно молодых мам, которые видят картинку худых девочек в модельной внешности, они хотят, чтобы их подросток, который в пубертате, был ровно таких же размеров и такой же, так скажем, картинки. А так нельзя. А это уже врачебная практика. Смысл в том, что на мир и самих себя дети учатся смотреть глазами родителей. Психологи советуют им не строить воспитание, указывая лишь на недостатки. Хвалить и принимать своего ребенка нужно обязательно. А задача психологов – помочь найти ключ к взаимопониманию в семье, говорят участники дискуссии. Хотя здесь уже обсуждали и проблемы профессии. Большая текучка кадров в образовательных организациях именно педагогов-психологов. Они учатся, работают от силы год-два и уходят на другие специальности, в другие организации, поскольку работа тяжелая, детей много, ставок мало. И очень тяжело в том плане, что только обучишь специалисты и приходит новый. Участниками Краевой недели психологии стали более 700 человек, причем не только из Алтайского края, но и из других регионов страны. Такой обмен опытом поможет, если перефразировать маленького принца, научить подростков приводить в порядок свой внутренний мир, без чего не наведешь порядок на своей планете. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком. Холодно, сыро и повсюду ямы. К нам в редакцию обратились жители поселка Борзовая Заимка. Заверили, на улице Радужная отсутствует отопление в домах. С чем это связано, выясняла Мария Костылева. И в яму, и в яму. И в яму, и в яму. Так ходим. Жители поселка Борзовая Заимка, чтобы попасть к себе домой, вынуждены преодолевать такой вот путь из ямы Рытвин, который оставили после себя коммунальщики еще месяц назад. Выяснилось, что на нашем участке получился прорыв. И до меня отопления просто не хватало, по-видимому. Когда вот сделали, выяснилось, что там в одном месте струйка бежит, плохо сделано, в другом месте струйка бежит. Из трубы, которую новую смонтировали. Закапывать не стали. Надо было переделать. Но бригаде, по-видимому, не до нас. Починить не починили, раскопали и оставили как есть, говорят люди. Кроме того, со слов местных, бригада работала только в ночное время. Но это не самое странное. Жильцы боятся, что с наступлением мороза проблема не решится, и разрытые трубы промерзнут. По словам людей, местные власти о проблеме все это время знали. И заверяли, что все работы велись в плановом режиме. 30 октября администрации Центрального района проведено обследование жилых домов. Во всех жилых помещениях температура соответствует санитарным нормам и правилам. В ходе осмотра жителям были даны рекомендации по промывке радиаторов, по утеплению жилых помещений и по регулировке внутри квартиры. Что касается протечки труб, глава заверил, дефект был допущен при монтаже и его обязательно устранят. Ямы закопают. Все работы обещают закончить до конца текущей недели, пока позволяют погодные условия. Мария Костолева, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных изоляторов и тюрем России. Поздравление от комсомольской правды Барнаул получила победительница фотоконкурса, который здание проводило совместно с Краевым УФСИН. Он проводился среди прекрасной половины сотрудников СИЗО. Конкурсантами стали 20 сотрудниц следственных изоляторов Барнаула, а также Бийска. Девушки работают в дежурной службе, отделах режима и надзора, психологической лаборатории и других службах. Победительницу выбирали читатели. Больше всего голосов 2207 набрала младший инспектор отдела режима и надзора СИЗО номер один Олеся Гарт. В системе исполнения наказания она работает уже 12 лет. Говорит, что сложной свою работу не считает, но признается, что подарок, сертификат в баню, поможет снять стресс после смены. Баня для меня это что-то самое сверхотдых, расслабление. Ну а вообще я провожу свободное время с детьми. У меня четверо детей. Старшая сейчас учится в архитектурно-строительном колледже. Самому младшему 4 года дочке. Мы дома, выходим на природу, ездим, отдыхаем. Навели порядок на придомовой территории, сделали ремонт и сплели маскировочные сети. Барнаульские студенты присоединились к месячнику пожилого человека и провели серию мероприятий для пенсионеров. Подробнее о добрых делах общественников представителей молодежного крыла Народного фронта расскажем далее. Активисты молодежного крыла, студенты лицеев, вузов и колледжей на протяжении всего месяца помогали пожилым людям. Наводили порядок на их придомовой территории, в огороде. Нескольким пенсионерам даже сделали косметический ремонт в квартире. Помогла молодежь и волонтерам то с западного микрорайона изготовить тактические носилки, а также маскировочные сети для солдат СВО. Но тут уже кто кому помог. И молодежь, и старшее поколение получили бесценный опыт взаимодействия. Маскировочную сеть я плету первый раз. Сначала было немного непонятно, потом мне все показали. Я хочу сказать спасибо старшему поколению за то, что научили меня. Было на самом деле потом уже несложно. И я уже навыкчилась, теперь все делаю очень быстро. Также студенты промышленно-экономического колледжа поддержали экологические акции в Барнауле. Очистили скверы и общественные территории города. Я считаю, что студентам колледжей, вузов и других учебных заведений очень важно принимать участие в таких мероприятиях. Потому что это, во-первых, дисциплинирует, а во-вторых, мы таким видом деятельности благоустраиваем этот же город. Студенты строительного колледжа и лицея железнодорожного транспорта приняли участие в октябре и в погрузке гуманитарной помощи, которую сформировало старшее поколение. Добрые дела молодежь продолжит делать и в будущем. Валентина Аскерова. День с толком. До встречи в эфире. Продолжение следует...